Всем привет уважаемые! В этом видео я покажу процесс создания и испытания парочки мечей хаоса из игры God of War 4. Делаю их кенту, который подарит им брату на день рождения. И незамедлительно приступаем. А пока мы сильно не разогнались, прожмите лайкосик, мне он очень пригодится и погнали! В этот раз модели я сам не делал, а воспользовался готовыми. Ссылку на оригинальной модели я оставлю под видео, а это говорит о том, что каждый сможет повторить эти операции, если есть доступ к 3d печати. Но как обычно для меня модели не подошли полноценно, нужно было их немного поменять. В оригинале мечи были нарезаны на частью поперек и есть малое отверстие под армирование, но в моем случае отверстия нужно побольше, да и печатать неудобнее из двух половинок. Поэтому с поддержкой коллег мы разделили детали на половинки и выполняли вырезы под армировку трубой большего диаметра и вырезы под установку цепей. Детали напечатал на 3d принтере. В качестве материала использовал ABS плюс пластик. Высота слоя печати составила 0,1 миллиметра. После печати маркировал все детали по времени и отмечал их позиции в сборке. Общее время печати двух мечей составило 418 часов, а это почти 17,5 суток. Думаю этот рекорд будет держаться довольно долгое время. Детали между собой склеиваю двухкомпонентным акривоацетатным клеем. Одну половину собираю полностью. После чего в паз, над которым я страдал, вкладываю алюминиевую трубу для усиления меча. Под трубу наливаю много клея, чтобы по максимуму заполнить щели и труба прочно сидела внутри в будущем. Следом начинаю набирать вторую половину меча. Начинаю с самой большой и сложной детали, от нее будет проще всего идти дальше. При сборке клея наношу на все плоскости стыкования и на паз под трубу. Перед тем как закончить сборку второй половины меча, на верхшую рукояти необходимо зафиксировать цепь. Никакой сложности, но будущий временный хозяин захотел, чтобы цепь была ржавой. Я заготовил новые цепи, придется придумать где взять ржавую. Чтобы превратить любую красивую железяку в некрасивую ржавую, нужно три вещи – сырость, тепло и соль. Поэтому я солю воду, кладу цепь в соленую воду, хорошенько ее кипячу, наверное около двух часов, после чего перекладываю закрытую емкость и немного добавляю соленой воды в емкость. Контейнер кладу на время в камеру к 3D принтеру, где печатались недостающие части на второй меч. В камере всегда тепло, поэтому это идеальная среда для ржавения металла. Примерно через трое суток достаю уже ржавую цепь, смываю с нее лишнюю соль и вуаля – цепь готова. Уверен, что еще есть миллион вариантов, но в домашних условиях этот способ очень простой, и для него не нужно никаких необычных предметов и растворов. Устанавливаю цепь в рукоять, фиксирую на все тот же клей и устанавливаю навершие. На этом процесс сборки меча окончен. Теперь переходим к доработке поверхностей, шлифовке, грунтовке и т.д. При этом буду пользоваться напильником, крупной наждачкой и насадкой в виде металлической щетки на шуруповерт, а видимые щели пролью двухкомпонентным клеем. После шлифовки телепортируюсь в гараж для нанесения акриловой грунтовки. На этот момент у меня собралась большая горсть оружия, которая нуждается в грунтовке. Грунтовка проявила все микрощели на стыках и другие мелкие дефекты. Эти все дела я проливаю тем самым клеем через шприц. Это очень удобно и очень легко дозировать количество клея, а когда клей подсохнет, я его защищаю и щели как по волшебству исчезают. И прямо моментально перелетаю в прокрасочный цех. Первый слой – это акриловая темно-серебристая краска, которую наношу губкой на палочке и кистью в два слоя. Краску в себя впитывает гарда мяча и навершия рукояти. Вторая краска – это темно-коричневая акриловая краска, которая залетает в рукоять мяча. Краска плотная и одного слоя достаточно, а наношу ее также губкой на палочке и кистью. На тело лезвия мяча наношу светло-акриловую краску серебристого цвета кистью и губкой на палочке. Первый слой краски просто втираю в поверхность, а второй слой наношу тыкательным методом, чтобы краска при застывании оставила фактуру и шершалость. Так же поступил при покраске гарда, но время об этом сказать наступило только сейчас. Дальше на всю поверхность мяча, кроме кломки лезвия, наношу черную массу, или патину, чтобы быть точнее. Тут главное заполнить все щели и полости. Это, как и раньше, делаю кистью и губкой на палочке. Патину оставляю, чтобы она впиталась с поверхности, примерно на 10 часов, после чего лишнюю грязь вытираю носком свободы, а через сутки вытираю еще раз, уже начисто. После того, как патина высохла, замечал, что я нанес не ту краску на гарду мяча, так как смотрел на ошибочную картинку в поисковике. Загонял кабанчика в магазин и купил акриловую краску цвета античное золото, которое один в один как нужно. Эту краску наношу на выпирающей поверхности на гарде и навершии рукояти мяча, большой губкой на палочке, в один неплотный слой. Когда бегал кабанчиком за краской, прихватил пару лаков. Первый из них – это акриловый глянцевый лак. В условиях работы дома мне этот лак очень понравился, он практически не имеет запаха. Краску наношу губкой и только на рукоять мяча. На остальное тело мяча наношу акриловый матовый лак. Тут тоже работал губкой. Лак я наношу в один достаточно плотный слой. При нанесении лак имеет молочный цвет, но когда застывает, становится прозрачным. Волноваться не стоит. Как только лак высох, сразу летим на точку испытаний. Сегодня у нас немного больше врагов, чем обычно. До встречи, когда у меня там был completely везде. Часто есть, как же, так и вон. Я застывался в плотных слой. Я gesund не знаю, куда жюй-то натурированно. Особенно в болезнь в этом году. И мы приезжаем на солнечный цвет, чтобы это не было, чем-то вкусное, Высок и губка в заработок. Высок и губка в форму. Когда вакцинируют вайзером, открываются какие-то скрытые возможности и хочется рубать фрукты и овощи подряд и ягоды. Даже не понимаю какие-то первобытные инстинкты. Продолжение следует. В итоге получились два классных рабочих инструмента, а целиком они будут украшать дом одного счастливчика. Цель этого видео, по большей части, показать, что каждый может сделать подобные вещи. В интернете достаточно готовых моделей, с которыми можно работать. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями и учитесь на чужих ошибках. Не забывайте предлагать свои идеи в комментариях и пишите, что не так. И прям обязательно ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok